Изжога и климакс. Достаточно часто встречается такой вопрос у женщин. С вами Елена Алексюк, врач-психолог, специалист по антивозрастной медицине. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь и приходите. Итак, с чем может быть связана изжога? На самом деле она может быть с несколькими факторами связана. Первое – это лишний вес, и вы делаете наклоны, например, сразу после еды. Второе – если вы злоупотребляете кофе, алкоголем, помидорами, луком, чесноком, в целом острыми пряностями. И, например, часто кушаете цитрусовые, особенно натощак. Такое тоже может быть. У ряда женщин снижается с возрастом кислотный желудочного сока, то есть снижается выработка соляной кислоты. И из-за этого тоже может быть изжога. Ну и, конечно же, возрастной гормональный дефицит, особенно у кого дефицит тестостерона, потому что тестостерон – это мышечная сила, это сила наших сфинктеров. И как раз нижний отдел пищевода, то есть нижний сфинктер, где пищевод переходит в желудок, он иногда тоже в таком расслабленном состоянии находится, и идет заброс желудочного содержимого вверх. Следующий момент – это, конечно же, дисфункции вегетативной нервной системы, когда, в общем-то, из-за каких-то эмоциональных проблем нарушается тонус симпатической или у кого-то парасимпатической нервной системы, и сфинктер начинает зиять. И еще, конечно же, это и дефицит эстрогенов, потому что эстрогены – это здоровые слизистые увлажненные, и в восточной медицине существует такой синдром, называется пустота инь, когда пересыхают все слизистые. И глаза сохнут, и во рту все сохнет, и внизу, простите, в интимных местах сухо, и сухо, в общем-то, ну, везде, и пятки сохнут, и локти сохнут, и ноги сохнут, и, конечно же, это и склонность к запорам, потому что кишечник тоже, простите, пересыхает, да? Вот такая история. И, конечно же, в каждом случае нужно разбираться. Может быть, это и совокупность причин, но, как минимум, нужно попытаться убрать те пищевые продукты, о которых я говорила. Кому-то действительно помогает хорошего качества уксус или бетаин, хлорид для того, чтобы убрать проявление изжоги. Кому-то достаточно просто выпить чашку теплого молока. Но наша с вами задача – это не убрать симптомы, а разобраться, что приводит к таким дисфункциям. Субтитры создавал DimaTorzok